Привет! Вы смотрите «Как так?». В этом выпуске я вместе с вами, дорогие зрители, попытаюсь разобраться в том, что же такое переедание. Узнаем ответы на вопросы. Каковы симптомы переедания, к чему оно приводит и что делать, если переел? Осторожно отойдите от телевизора, уберите кусочек пиццы в сторону, возвращайтесь обратно, усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. В названии у нас заявлено довольно популярное слово «переедание». В последние годы оно все чаще упоминается в контексте психологии. И тут вы зададитесь вопросом, а почему тогда про переедание говорят в «Как так?», а не под парашютом? Все просто. Нам стало интересно, что об этом думают врачи. И как порядочные люди, мы пошли в университетскую клинику Казанского федерального университета, нашли врача и задали ей наши первые вопросы. Что такое переедание и каковы его симптомы? Переедание – это чрезмерное употребление пищи вне зависимости от реальных потребностей организма. Переедание включает в себя частичную или полную утрату контроля над режимом питания. Переедание часто вредно, в некоторых случаях даже опасно, особенно когда есть у пациентов хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Основной удар на себя берет это желудок, поджелудочная железа, желудочный пузырь. Кишечник тоже не остается в стороне, и нагрузка идет на весь организм в целом. Основные симптомы, которые пациенты могут сказать – это тяжесть в животе, метеоризм, тошнота, бывают эпизоды даже рвота, нарушение стула как в сторону запорного синдрома, так и в сторону диарейного синдрома. Симптомы могут быть многообразные. Весь желудочно-кишечный тракт страдает, а также нарушаются обмены процесса. Основные моменты, которые мы можем заметить у себя и у близких – это ускорение времени приема пищи, чем обычно. Применение каких-либо диет, которые ведут к дальнейшим срывам, перепады настроения, постоянная тяга к сладкому, к чему-то вредному, чтобы получить какую-то дополнительную порцию радостных эндорфинов. Основной из критериев, которые дает такой грубый сигнал – это прогрессивное увеличение массы тела. Гомер, у тебя тяжелая кость. Матч, ни у кого кость не весит 300 фунтов. Я сажусь на диету. С этого дня больше не будет сочных свиных отбивных, слишком вкусных пирожков и никаких пицц с чудесными начинками. И тогда я достигну своего научно подсчитанного идеального веса. Пусть Бог станет свидетелем. Согласно статистике, мы, россияне, мало занимаемся спортом и мало едим клетчатки. Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко так вообще обозначил новое направление борьбы – противодействие ожирению. По его словам, за последние пять лет доля россиян, страдающих ожилением, стремительно выросло на 30%, и 11% населения страдают этим заболеванием. Казалось бы, ну стали чуть больше весить. Что тут такого? А ничего хорошего тут нет. Последствия дают на весь организм в целом. Сказать, что только страдает желудочно-кишечный тракт мы не можем, поскольку нарушается обменный процесс, на этом фоне формируются осложнения со стороны на сердечно-сосудистые системы, иммунные системы. Если касается желудочно-кишечного тракта, то первую основную нагрузку на себя берет желудок, поджелудочная железа и желудочный пузырь. Те же самые перерастяжение самого желудка, нагрузка ферментативная на поджелудочную железу и желудочный пузырь, страдает кишечник как в сторону запорного синдрома, чувство тяжести, невозможность сходить в туалет. Или наоборот, на фоне передания возникает такой диарийный синдром, что пациенты просто с стола сразу бегут в туалет. Что касается перепадов аппетита, точно так же пациент просто не может насытиться, хотя съел уже больше, чем положено, и нагрузка наступает на весь организм тела. И радости от того, что поел, появились боли, симптомы, изжога, отрыжка, тошнота, рвота. Симптомы вообще бесконечные. Без посторонней помощи уже исправить иногда бывает достаточно сложно. Одно дело, когда мы кратковременно, один раз только переели, это один момент. Одна тактика. Если уж там идет систематический характер, то и симптомы нарастают в прогрессирующей. Основные моменты – это комплексный подход к пациенту. Во-первых, сбор анамнеза. Мы спрашиваем, когда возникают симптомы до еды, после еды. Обязательно контроль режима питания. Спрашиваем, как часто пациент кушает. Это контроль веса. Какие есть проблемы в плане, что он переносит, что он кушает. Это основные моменты в плане сбора жалоб анамнеза. Если пациент отмечает, что за последние несколько месяцев у него идет прогрессивная прибавка массы тела, то это определенный уже сигнал для детализации обследований. А в плане инструментальных методов исследования – это, опять-таки, анализы крови, как у нас ведут себя уровень гликемии и холестерина, показатели ферментативной стороны поджелчей железы и печени, как они себя ведут. Если идет нагрузка на внутренние органы, то анализы это покажут. Второй момент – это инструментальные методы исследования, когда мы видим уже органическую патологию, диффузные изменения стороны печени, поджелчей железы. И в совокупности, только уже можно сложить определенную картину, которая будет дать сигнал на то, что нужно обращаться не только к гастроэнтерологу, но и комплексно, например, к психологу. Хорошо, разобрались с симптомами и последствиями. Но что делать, если переедаешь? Как побороть эту пагубную привычку? Во-первых, это сбалансированное питание. Правильное питание не говорит о том, что у нас должно быть минимальное количество калорий. Правильное питание – это всегда все-таки вкусная еда. Три раза пища. Основной момент – это сбалансированное сочетание жиров, белков и углеводов. Основной момент мы все-таки даем на клетчатку, то овощи. Как минимум, это половинная порция съеденной пищи. Обязательно должен быть в каждом приеме пищи белок, чтобы максимально долгое расщепление давало ощущение сытости. И только в конечном итоге мы уже добавляем углеводы, чтобы получать энергию и радость от съеденной пищи. Максимально убираем все перекусы, поскольку все сладости еще больше вызывают инсулиновые качели. И на этом фоне у нас еще больше возникает желание что-то съесть, переесть или перекусить. Кроме режима питания, все-таки важно выходить за стола с ощущением неполного насыщения. Не совмещать прием пищи с просмотром сериала, чтением книг. И не использовать правила, что надо все доесть, все, что есть на тарелке. Все-таки есть моменты, которые мы контролируем чувство истинного голода и только эмоционального голода. Ориентируемся только на чувство физического голода. Если этот момент ощущается тяжело, то важно использовать время между приемом пищи все-таки не чаще, чем через 3,5-4 часа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вкусно. 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 Ну, не то чтобы по вкусу вкусно, но по сути вкусно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для тех, кто на пути к здоровому образу жизни, к контролю своему здоровью, все-таки, не садиться за стол, если вы чувствуете только эмоциональный голод. Можно активно перейти в общение, погулять с детьми, с семьей на улице, все-таки нагулять аппетит в первую очередь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Второй момент – больше акцент делать на овощи, что мы все-таки в первую очередь для ощущения полноты начинаем с овощей. Между приемом пищи все-таки соблюдать определенную временную промежутку времени. Раньше, чем 3,5-4 часа, все-таки не садиться за стол. Даже если все приглашают праздники, попробовать, чтобы не обидеть, все-таки такие моменты убираем. Наше здоровье важнее, чем мы кого-то можем обидеть тем, что мы что-то просто не съели. Если не хочется доедать, ни в коем случае не кушать. И контролировать все-таки свой эмоциональный фон, полноценный сон и физическая активность. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот как большинство из нас ест. Да, включаем любимый сериал, садимся перед экраном, закусываем вкусный суп, вкусным хлебом, проглатываем одну-две серии так же быстро, как и нашу трапезу. Классика. Но на самом деле не все действия из этого списка верные. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поскольку мы отвлекаемся, и нельзя совмещать просмотр сериала с приемом пищи, поскольку мы не контролируем, что мы съели, как мы съели. И момент насыщения стороны желудочно-кишечного тракта, стороны головного мозга, контроль теряется. И мы можем сесть гораздо больше, чем мы съели бы в реальной действительности. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А если вы заботитесь о своем пищеварении, мой добрый совет, не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И, боже вас, сохрани. Не читайте до обеда советских газет. Да ведь других нет. Вот никаких и не читайте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хлеб имеет место быть в нашей тарелке, поскольку это как сложный углевод. Просто в балансе самой основной тарелки важно совмещать. Если у нас четверть тарелки – это углевод, то хлеб у нас должен войти в эту четверть. Если уж у нас хлеб переваливает, не ограничимся одним куском, тогда важно контролировать момент, что сложную углеводу убрать уже из основной, как гарнир из рациона, и перейти на хлеб. В противопоказаниях приема пищи хлеба нет. Вопрос умеренности этого количества хлеба и как мы в дальнейшем себя чувствуем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отдай булку мне! Это булка, дурак! Отдай! Отдай мне булку! Отдай булку мне! Боря, это что такое? Булку мне отдай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда мы торопимся, кушаем на бегу или торопимся, чтобы быстро все успеть, перекусить и убежать дальше, ощущение полного насыщения не происходит. Во-первых, пища сглатывается уже не с достаточно пережеванной стороны ротовой полости, и нагрузка увеличивается на желудок, поскольку в желудке у нас зубов нет, и переварить приходится намного тяжелее, намного дольше. Вот говорят, нужно правильно питаться, нельзя перекусывать, а как быть тогда? Зачем тогда лежат все эти чудесные шоколадки и батончики на прилавках? И еще один вопрос, который меня мучает годами. Можно пить воду после еды или нет? А чай? А газировку? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда мы начинаем часто употреблять в пищу сладости, у нас идет выброс инсулина для расщепления сложных углеводов и краткосрочных углеводов, коротких углеводов, так скажем, легкоусвояемых углеводов. При потреблении в пищу легкоусвояемых углеводов, например, конфеты, пирожные, тортики, которые мы любим после основного приема пищи или даже вне приема пищи нам хочется перекусить, чего-то вкусненького, происходит выработка инсулина для расщепления этих углеводов. И получаем такие качели, что выброс инсулина повышается, сахар у нас потом снижается. Чтобы компенсировать этот момент, нам хочется еще чего-то более сладкого, еще более вкусненького. И возникают такие моменты, что идет волнообразное то повышение, это снижение инсулина и глюкозы. И в поведении уже возникает такой момент, что нам приходится чаще достигать через именно легкоусвоем углеводы. И чем дольше эти качели идут, тем дольше нам хочется сладостей, каких-то вредностей, вкусняшек, и сойти с них уже намного сложнее. Человека исправит боль и диета, а миром правят любовь и конфеты. Что свято верят в это, прости все выше, но я всем это умышлено. А вообще лучше начинать до приема пищи, все-таки стакан теплой воды, чтобы подготовить желудочно-кишечный тракт к приемам пищи. Что касается во время приема пищи, если у нас есть потребность сухость во рту, или нам хочется как-то разбавить, смягчить пищевой комок, то противопоказаний к приему воды нет. Если уж касается после приема пищи, то лучше не чаще, чем через полтора часа, чтобы все-таки пищеварение было именно в маленьком объеме желудка. И только потом разбавлять уже и пищевой комок мог пойти дальше. Во-первых, повышенное содержание гайзиков, они раздражают слизистую желудка. Особенно если сладкие газированные напитки, они еще больше повышают уровень сахара и нагрузка уже на весь организм и поджелудочную железу. В совокупности с перееданием, мало того, у нас объем желудка и так увеличился в размерах. А тут еще сладкие воды, и это не ограничивается одним стаканом, только чаще происходит два и более. Нагрузка на весь желудочный кишечный тракт становится больше в плане слизистой и ферментативной активности. Поэтому если хочется на фоне переедания какой-то жидкости, то лучше, чтобы это была просто вода, даже не сладкая вода. И соки тоже желательно убрать. И ложное представление о том, что газированные напитки могут как-то улучшить пищеварение, это немножко неправильное утверждение, поскольку нагрузка только становится больше. Кратковременный момент может улучшиться, но когда при постоянном приеме пищи мы еще добавляем газированные напитки, эффект может быть немного неправильный и может вызвать обострение тех же самых хронических заболеваний. С вами Жентус, и сегодня я расскажу, как кипятить воду. Вероятно, каждый сталкивался с проблемой, когда есть вода, но ее нужно вскипятить. Значит, последовательно следующее. Берем зажигалку, берем кастрюлю с водой, ставим кастрюлю на плиту, зажигаем комфортку и ждем. Также нарушение сна, нарушение биологической активности ведет к нарушению нашему восприятию еды. Если мы ночью, например, не спали, то целый день мы немного разбиты, и нам хочется получить определенные радости, активности, и мы это восполняем на пище. И также наоборот, есть обратная сторона той же самой медали. Когда в течение дня мы начинаем активно злоупотреблять какими-то пищевыми продуктами, налегаем на сладости или на какие-то мочные продукты, или просто даже элементарно активно много всего съели, то ночной сон может быть нарушен. Одно дело, когда мы заедаем стресс, это все-таки есть такая стрессовая гиперфагия, когда мы не воспринимаем пищу как просто потребность организмов, калории для поддержания жизнедеятельности, а хотим, наоборот, получить порцию радости и удовольствия. Тогда уже на помощь приходят к нам только психологи. Есть эндокринное заболевание, когда нарушается метаболизм, выделение гормонов, и замедляется метаболизм, что приводит к еще большему проявлению именно через пищевое поведение. Но как нам быть, когда обстоятельства сильнее нас? Как быть в семейные праздники, в череде майских праздников, когда вся страна уходит в шашлычный безумие? Все-таки активные прогулки на свежем воздухе, они улучшают пищеварение, кровоснабжение внутренних органов. Этот момент пройдет более бессимтом. Что касается ферментативной активности, то однократно можно принять для улучшения пищеварения, помочь, так скажем, для расщепления нашей съеденной пищи. Но опять-таки желательно проконсультироваться с врачом, поскольку даже для назначения ферментов есть определенные противопоказания. Намного сложнее, когда у нас это идет с определенной систематической регулярностью, и подход в данном случае должен быть все-таки комплексный. Одними только фармакотерапией помочь гораздо сложнее, даже невозможно отбирать только внешние симптомы. А внутренней должна быть комплексная работа, такая гастроэнтеролога, нутрициолога, возможно, и основной момент – это психолога. Найти все-таки основную причину нашего переедания. А для самоконтроля важно ввести дневник самонаблюдения, что мы съели во время перекусов, как основной прием пищи, чтобы рассчитать колораж в течение суток и рассчитать уже, какой колораж нам нужен для повседневной активности, и найти причину, что же мы хотим заесть, какую мы причину можем исцелить, так скажем. Много есть нельзя, мало есть тоже. Как же все туманно и непонятно? Может быть, есть все-таки какая-то норма? 200 грамм мяса и 200 грамм овощей они будут восприниматься в организме совершенно по-разному. Поэтому важно смотреть на обычную стандартную тарелку, где мы большей частью все-таки стараемся заполнить как минимум половину этой овощами и оставшись половиной делим на сочетание белков и углеводов. Это один момент. Если все-таки мы видим, что у наших близких или у себя симптомы переедания важно все-таки начать с того, что мы уменьшаем объем тарелки сам по себе. Если мы привыкли к широким, как в ресторанах, большим тарелкам, все-таки важно перейти в обычную стандартную порционную тарелку, чтобы контролировать, что мы кушаем. И после приема пищи дать себе возможность хотя бы 10-15, ну 20 минут посмотреть, появляются у нас ощущения, светости или нет. Ну почему я должен начинать диету, когда приготовлены свиные отбивные? Гомер, у нас есть отварные овощи и пирожки из риса для тебя. Минутку. Обычно я ставлю напитки на такие штучки. В каждой из них только 35 калорий. За время программы в моей голове сформировался один очень странный вопрос. Смотрите, сладкое вредно, пить воду во время и после еды нужно умеренно. Еще необходимо не отвлекаться и сконцентрироваться на приеме пищи. К тому же важно, чтобы он был сбалансированный. Получается, следуя этим правилам, мы лишаемся нашей старой доброй традиции – чаепития. Когда мы часто перекусываем, именно чаевничаем, за компанию, за беседой, мы в каких-то моментах даже не понимаем, сколько мы съели, сколько печенек проглотили, сколько конфеток. И опять-таки это формирует те же самые инсулиновые качели. Важно сначала принять нормальный прием пищи, если нам хочется для радости конфетку, печеньку, чтобы это было именно после основного приема пищи, но никак не в промежутках. Ну, в этой ситуации мы просто наша, это самое, мы уже, здесь наша полномочия, все, окончено. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что посмотрели его. Где-то здесь, как всегда, ссылки на наши социальные сети, где вы можете подписаться на нас, предложить тему в комментариях и многое другое. Приятного аппетита! До новых встреч! Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова